Поставлена точка в резонансном скандале вокруг областной онкобольницы. Проверку ее деятельности провела областная контрольно-счетная палата и прокуратура. Итоги проверки сегодня были представлены региональным депутатам. Евгений Полковников подробнее. Проверки контрольно-счетной палаты и прокуратуры не выявили нарушений в деятельности онкобольницы и ее прежнего руководства. Основную проблему создали предположение, что лекарства для платных услуг брались здесь из бюджетных лимитов, из-за чего и возник скандал и проверка. Почему записали этот пункт, что устранить? Не было такого. Ни в КСП, ни в проверках, которые мы далее проводим. То есть двойного финансирования? Не было. Не было. Его не было, его и не начали. И не установлено. Ярославская онкобольница прогремела на всю область. Пошли слухи, что за лечение онкологических заболеваний пациентов вынуждали платить. У меня на прием в Рыбинске приходят больные с онкологией. Они сразу говорят, Лариса Юрьевна, сколько нам платить? Я говорю, а с вас кто-нибудь спрашивал? Они говорят, как же, надо платить. В средствах массовой информации говорят, все платят. Вот что мы устроили, уважаемые коллеги. Поэтому я прошу относиться к любой проблеме в здравоохранении более корректно. Экс-директор онкобольницы Ирина Груздева оставила должность, не продлив трудовое соглашение. Причин, согласно итогам проверки КСП, для ее увольнения не было. Скандалы вокруг медучреждений не нужны и правительству. У нас очень серьезные вопросы возникают к отделу закупок лекарственных средств. Поэтому мы считаем, что там много неэффективных вещей. Мы считаем, что там надо наводить порядок. И будем со своей стороны стараться этот порядок наводить, в том числе, наверное, и кадровыми изменениями. Сейчас, и применительно к онкологии, вопрос не о том, украли или нет. Нам компетентные органы говорят, нету воронства. Но вопрос о том, что в целом мы не смогли сразу же, сходу понять, не воруют, честные люди работают. И вся эта история началась ровно с того, что система учета не выстроена. Выстроить ее надо. Депутаты предложили правительству создать прозрачную и понятную систему ведения бухгалтерского учета в медучреждениях. А для медсферы онкология создать отдельную областную программу. Кроме этого, в ближайшее время парламентарии займутся детальным изучением проблемы формирования рынка платных и бесплатных услуг в государственных больницах и поликлиниках. Евгений Полковников, Михаил Орлов.